Буду надеяться, что вторая карта получится зрелищнее, чем первая, потому что мы ее смотрим вместе с Хавейл Джолиан, нашим экспертом по зрелищным каткам. Смотрите на баннер по трансляции, вот еще слева видите нечто на него похожее, чтобы узнать немного поподробнее. А тут Гамбит, которые играют одну из завершающих для себя встреч, и вот если честно, они сыграли уже кучу, и для меня вообще никакого мнения о них не сложилось. Они как были непонятно что, так и остались для меня непонятно что, которая скорее луза, чем выигрывать. Команда второго дивизиона дефолтная. Команда первого пока что дивизиона, это самое страшное. А то же самое не Микки второго дивизиона, который как бы уже не вырвется никуда, и то, мне кажется, понятно больше, чем у них. Да, да, да. Вот, и самое страшное, что это сейчас топ-40 СНГ дойтеров спасили. Топ-40. Ну как бы у них тоже такая ситуация? Условно там топ-60. Нет, будет, мне кажется, самый максимальный топ во втором и третьем ДПС, потому что здесь все команды после решафлов и такие клубные еще места остались, а дальше вот уже будет какая-то перестройка, которая... Вот опять же, смотри, гамбиты падают вниз, вторые остаются, продаются с лотбейтом, и вот снова здоровы. Ну да. Мне кажется, что это вполне себе для любой организации тактика, если падаешь вниз, продавать с лотбейтом. Может зарабатывать. Потому что потом не вылетишь со второго дива, да? Да, это, в принципе, как и хотеми, игроков выращивать, только вот с лотом торговать, так что, в чем и нет. Тогда я бы регал, типа, 10 команд гамбит на квалы, вот на следующий ДПС, чтобы занять все слоты во втором дивизионе. Интересно, а так можно? И продавать их потом. Мне кажется, что после факта мошна может начаться какая-нибудь. Когда у тебя гамбит джуниор и гамбит мелкие будут играть в финале за выход... А ты такой, а мы вообще не при делах. Пять фейков играют, типа... Мне кажется, это какой-то слишком великий комбинатор. Ир Жан, Кожан, вот это вот, все прочее. Такой сидишь, типа, кто эти люди. У нас тут драфт и комикс. Я думаю, надо открывать третий дивизион, чтобы в нем как раз были бойцы совершенно спокойно. То есть, смотри, если за последнее место второго дивизиона ты получаешь ноль денег, то тебе еще нужно будет платить, чтобы участвовать третьим, да? Да нет, нет, зачем? Просто оставить везде ноль, 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 ноль. Ну и последнее там, условно, два места вылетают в твердый дивизион. В общем, в целом, да, вот. Где-то можно еще полулюбительскую лигу устроить, почему бы и нет. Ну, то есть, если мы нашли команду для двух дивизионов, в чем проблема найти команды для трех дивизионов? Там будет как раз самая пасека, которая остановилась в двух шагах. Проблема в том, что если вы любите этот дивизион в СНГ, ты предоставляешь его в Северной Америке. А в ней ты реально не найдешь команд на третий дивизион. А, да не, не надо. Ставишь два дивизиона в Америке, три дивизиона в СНГ, пять дивизионов в Китае, я думаю, там точно можно найти совершенно спокойно. Пускай тренируются. Ну, то есть, это же хорошая практика. Пускай играют, понимают, день находится и так далее. Бэнти временем у нас от Монако Гамбит. Нормальный герой, конечно, ничего не скажу. Но пока драфт вырисовывается очень дефолтный от парней из Гамбит. Я вот что не понимаю, почему с учетом Лас-Пика такое ощущение, что Гамбиты себе уже двух коров показали. А что нет? Почему нет, да? Ну, захотелось. Отдали, знаешь, типа вот сена турки настолько сильно. Вот, может, помнишь, когда это было довольно-надавно, еще когда про Омикрон и все остальные штаммы не слышали, у нас проходила Омега Лига, Эпик Лига, вот и все прочее. И там приехали ребята со скитером, который играл только на войде. И они вообще не понимали, они просто каждую игру брали ФП Войда. Да. И неважно было, подходит, не подходит, Воспику не Воспику. Потому что там все сначала ржали над этим Войдом, а потом плакали. Я думаю, что тот же патч, мне кажется, был. Тот же патч был. Та же команда, тот же Войт, они также на ФП Войда. И все у них в целом даже получалось. Было смешно, было смешно, сейчас у него больше одного героя в пуле, но типа вот, поэтому в данном случае вот ты приходишь и говоришь, вот мы не выиграли почти ничего, а что мы выиграли? Мы выиграли с ДП и с Скорпионом. Да, мы просто их возьмем, давай. И они просто их берут, неважно. Подходит, не подходит, Воспик у них, не Воспик. Мне нравится то, что она продолжает фиспикать просто и берут, ну, в смысле, выбирает фиспики и берут себе брат Ромов. Все такие, а, да, еще нормально. Но, секундочку, нет, секундочку. Первую монетку выиграли Гамби, значит, сейчас монетка, вторая карта, это за Нави, значит, Нави взяли себе ФП. Ну, да. Или Реддиант. Ну, ты меня понял, короче. Или Реддиант. То, да. И учитывая, что Монако брали себе Реддиант на свое ФП, очевидно, что сейчас ситуация с тем, что Нави взяли себе Реддиант. Вообще интересно узнать, откуда такая любовь к Реддиант. Хорошо, и... Просто. Нормально. Любовь к Реддиант, очевидно, потому что контроль Рошана. Рошан слишком важен, а у тебя на треугольнике удобнее играть, чем на своем лесу. Есть ты ДР-сайт? Да, ДР-сайт. Причем в случае с ДР-ами, типа, есть супер-мега-плюсы с точки зрения стакинга, и фарма, например, то же самое Дузы, или подобных героев, короче, СААЕ, им очень-очень удобно выфармливать этот лесок, и очень удобно стакать. Но это настолько минорная штука в сравнении с контролем Рошана при помощи собственного треугольника, что все выбирают Редиант. Хотя было время, когда ДР-сайт был, ух, какой сильный. Все только за него и любили играть. Дед, ты забыл таблетки выпить. Мне тоже так кажется. У нас пак появляется, и... Он хорош здесь. А куда, как, что, интересно. В смысле, Банша... Банша... Не залагал, да? Да, вообще, я сижу просто в офиге. Да, ты прав, ты прав. Но кто-то из этого саппорта. Кто из этого саппорта? Я думаю, что, скорее всего, ДП-пятерка, нежели чем пак. Хотя... ДП-5. Это тот же патч. Это... Это... Это, наверное, ДК-5. Помнишь, был у этого... У Бигнума. Мы либо с тобой, либо с Джеймсом комитировали игру, где... Чилы взяли тролля вначале, где-то на первой-второй пик. Искусственный разор, и он ушел на пятерку. Да, да. Но мы не с тобой комментировали. Вот мне Майл, видимо, да, раскалывали? Или Джеймс? Короче, кто-то рассказывал мне. С кем-то я эту игру комментировал. Было довольно забавно, как он там на пятерке, который страдает. Но здесь, честно... Я помню Баншу-5. Когда-то брали полгода, может, год назад. Пару раз. Как и ДК. Когда у него еще был старый патч. Вопрос. Так и Пак, на пятерке тоже играли. Пупей и же с ними. Да, да. Но, видишь, опять же, Пупей его брал, потому что тогда сплит-пуш работал. Смотри, смотри, короче. Здесь сейчас уже не так все. Мидбак, оффлайн-дп, и Скорпион четверг, потому что у него есть стан. Это будет реально хотя бы... Таеф. Это будет хотя бы полезно. Да пофиг, набрали-набрали. Какая разница. Он будет бегать, он будет хотя бы давать контроль по файту. Но вообще, драфт вот... Я нахожусь в той стадии, где либо ДП-кэрри еще, вариант, либо это полная шляпа. Я нахожусь в той стадии, где я обливнул вообще нафиг сервера. Но у Гамбит, очевидно, есть какая-то крутая идея, и мы ее пока вот не увидим. А камеры у них есть? Ласпик не узнаем. У тренера. Помогите Митяю найти тренера. Где Чапи? Дайте мне Чапи. Режиссер явно Рофлов не понимает, потому что постоянно такие комментарии в уши мне дает. Сейчас я скажу, что на него отдельной камеры нет. Видимо, нет камеры, я так и понял. Тяжело, да, когда вы на разной волне, типа вот когда... Когда, нет, вот мем и я. Нет, смотри, вот земля, вот я здесь с твоими мемами, а режиссер вон там, где-то, где-то летает. С моей камерой. Опять у нас Кэрри Вивер. Да. Да, просто все перебанили, на самом деле. Я тоже об этом думала. Цитата. Герой идеальный для Солочи. Одну-то кнопку он нажмет. Не нажал. А вчера не нажал. Это был другой. Это был Даззл, по-моему, нет? Нет, нет. Это был Трентами, да? Вчера была последняя карта. Солоч был на Тренте. Вот прямо вот Ярик сидит и говорит, типа идеальный герой. А ну-то, конечно, нажмет. Вот в эту секунду на них нападает, и он не жмет, умирает, выкупается, приходит, умирает второй раз. Слушай, на самом деле реально сложно кнопки нажимать, очень много контроля справа. Да, без вопросов. Потому что это именно сам концепт смешной. Что герой идеальный, но он не справляется. Наверное, это должен быть экзортовый инвокер, чтобы хоть как-то урончика хватало вначале, чтобы хоть под... Под пар нормально, да, работает. Да. С айспатом, там, всеми делами. Ну, контроли кучу, просто он страйк какой-нибудь хороший дать, и все, и уже стапятся какие-то фраги на линии. Мне кажется, это, наверное, так должно работать. Скажите мне лучше хотя бы одну причину, почему появился Джекирос и не Рубик. Скажи спасибо, что не ЦМка. Давай так. Нет, захотелось, я думаю. Просто захотелось. Просто опять же, мы уже выяснили, что Алоха реально хорошо жмёт клавиши. Так может Алоха на тренде будет играть, нет? Ноль обилок, ноль обилок. Ты не можешь нажать правильно клавиши в количество десяти штук, а у тебя их две. А он соберёт себе десять ещё. Ты можешь попросить Нуна отдать контроль на Дэнмокер. Нормально будет работать. Нормально тебе... Все десять нюков будут. Чё придумали Гамбит? Чё-то они прям вот плотно... Слушай, а как тебе вариант, да? Типа вот когда у тебя какой-то старичок засиделся на кор-позиции, ты говоришь мне, давай в рамках теста одну игру есть, там, в контрольную цепь, и потихонечку, знаешь, как вот кошку к лотку, типа, приучиваешь, типа сначала, там, чуть-чуть аккуратненько подкладываешь. Мы были правы. Смотри-ка, четвёрка, получается, у нас будет на ДП играть, и тройка СК. Окей, окей, нормально в целом. СК, кстати, банша, звучит не так плохо против этого лайнапа. Так, как я там говорил, типа 2-1 в пользу Гамбита? 1-1. Извечайшая для Гамбита. Самая простая игра будет. Никогда такой не было. Пожалуйста, ребята, сейчас ваш выход, всё на Гамбит. Всё на красное. Если ты так говоришь, значит, Нави 2-0 закроют. Я разгромываю. Если бы ты не сказал, так возможно и случилось бы, но теперь придётся страдать. Вы что, не хотите посмотреть ещё одну карту с Нави? Я с Нави хочу с Гамбит не очень. С Гамбит не хочу. Да, это очевидно же. К сожалению. Вот, когда они придут там после матча в интервью, тогда и вы скажете это всем в лицо. А пока давайте кайфчики на Винлайн. Посмотрим. 1-0-2. Нави 10-0 на Гамбит. По кайфу. Так, замедите ковсен 0 от... Плюс 10 хат, да? Замедите ковсен 0 от Майла. Да, да. Давайте тогда к Майлу с ластом. Посмотрим, что они скажут. Ну, мы тоже ищем, конечно, камеру Чапи. Где-то она... Да, есть определённо. Драфты же кто-то делает всё-таки. И лучше бы он их не делал, если это делает именно он. Вот это неизвестно, кто их делает. Но драфты, я так скажу, огонь. Что с одной стороны, что с другой. Нави, Кэрри Вивер, Инвокер, Джеки Рос, что интересно, и их соперники. Ну, опять ситуация, когда тролль в теории должен всех положить налево и направо, но ему нужны шмотки для этого. И как мы увидели по первой игре, да вообще мы ничего не увидели в первой игре. Гамбит словно отсутствовали. Они... Всё, что я увидел, это двойной фэлспалм от Альберки, когда он не допрыгнул. Хотя, если бы он допрыгнул, ничего бы не изменилось. Абсолютно. Что делать? Я вел чуть больше чем ты. Вот. Ну, слушай, Дим, ты же аналитик в конце концов. Ты должен видеть чуть больше, чем я. Моя задача, что увидел лансера, а говоришь, лансер умирает. Всё правильно, всё правильно. Короче, я ел пачку мякишей, пачку булок, которых хавал сикер вообще нон-стопом. Просто он сжевал и сжевал просто одну за другой. Покушать захотел, походу. Как будто просто из Синабона ему привезли доставку. Вот пять сочных булок, знаешь, там, с Пекабоном вот это вот и всё остальное. Ну, просто моя любимая булка. Понял. Вот. Короче, Иван просто их хавал. Давай так, пять пицц, чтобы вот было понятнее. Мы тут всё время... Ну, или так. Пять кусочков... Пять пицц я не потяну. А нами потянули. Ну, в общем, в общем, здесь у Гамби действительно хороший драфт. ДП-чика, конечно, на четвёрочке это немножко женовато, но есть хотя бы герои, которые цепляют. Это не один несчастный Бейнс с гриппом. Это не какой-то там несчастный тренд с ультой. Это СК, у которого стал маленького кулдауна. И ПАК с довольно-таки мощным Сайленсом и Дим Квелом. Поэтому здесь у Гамбитов есть ресурсы, они хотя бы могут начинать драки. Есть шанс на шанс, короче говоря. Ну да, у них есть какие-то варианты чем-то заниматься в мидгейме. Возможно, они после первой карты сделали выводы. Поэтому Нави, которые вот взяли Вивера на кэри, могут на самом деле стоять, потому что против такого количества контроля, а там, по сути, контроль есть у всех, даже у тролля, которого прокает на сетку или там башка как называется. да, даже он может контролить ее. Ну, собственно, сеточки ему достаточно. Ну, опять же, тролль, понятно, что если он тут реально здесь много наберет, как с ним бороться вообще непонятно. Так, Витюн решает, что ну его нафиг эту баунтируну ФБ можно отдать и это будет не очень хорошо. Ну, чек. Ну, Гамбитам для начала нужно выполнить программу минимум. Это на равных отставить лайны. Хотя бы вот это. Я согласен. Тут просто, если на лайнах все идет... Да, каким бы ни был драфт, если там все три лайна выиграли, и ребята просто уболят, имея на два левела выше, там и на пол шмотки больше, или даже на одну шмотку больше, там все, там ничего не поможет. Ты слышал эту историю про Тайтхантера от Амара с первым Сатаником? Вот мне кажется, тут и такие вещи будут работать, если... ЕМП. А что там за история? Ну, там первым айтем собрал Сатаник и победил. Но мне кажется, если ты доминируешь и выигрываешь вообще все, то можно и такое себе позволить. Вот здесь точно так же. А, здесь у нас тройка Джекерос и Барик 4. Ну так, я как-то не обратил внимания. Интересно, интересно, как они будут. Ну, к слову, если возвращаться к аналитике, то мало что меняется с точки зрения Алохи и нажимания кнопок, потому что у Спиритбрекера их немногим больше, чем у Джекероса или у Трента. Такие все герои достаточно простые. Короче, простота. Видимо, Артстайл решил, что, ребята, сегодня у нас день простоты. День простых блюд. Чем проще, тем лучше. Я еще вижу такие, знаешь, обкатывания Джекероса. Мы же на тренировках Херкли узнаем, да, на 100% работает он или нет. А вот на Турики, играя против команды, которая, по сути, играет за жизнь, вот, против нее обкатывать вообще самое оно. Ну, учитывая, что есть одна карта в запасе. Поэтому Джекерос пока смотрится с точным, потому, что он постоянно кидает дуалбрест под друг героям. Да, да, да. Ну, дальше под вышку уйти не надо. Вспоминаем прошлые игры, сегодняшнего дня. И просто вот так вот подушивать тролли с Бейном. Желательно все время просто дышать на двоих. Слушай, тролль, вроде бы и Бейн неплохие лайнеры, но что-то с Крепстатом у тролля 4-1 как-то грустновато. Опять, радует только Пак, у которого 12-0, и он хотя бы начинает неплохо против инвокера. Ну, и Сен Кинг, который что-то там имеет, но он тоже уступает Виверу. И пока что здесь две из трех линий проигрываются. Причем так уверенно, если в миде ситуация равная. Так, Мелес. Ой, как Виверу больно, но Мелесу еще больнее, что это? ФБ? Это ФБ? Это ФБ. Да, это ФБ и ДП-щику еще вагонят. Ну, вот, Нави. Ой, ДП тоже. Нави уже одну линию выиграли. Там еще Курьера можно так-то было побить. Ой, в салат. Еще и Ферифайер, Стики, ну как же много минус армора. Что-то начало не пошло. Да, причем замечу, опять же, против этих двух героев можно в любой момент просто нажать ТП-аут. И ты живешь. Ну, увы. Гайды. А пластам? ТП-ауты, ТП-ауты не жмутся. Фишки. Да, фишки, фишки. В итоге одна линия уже выиграна. Причем это довольно-таки мощно на этой линии забрать и ФБ, и еще одного героя завалить. Притом, что они там так-то еще находятся на ресурсах. А вот на этой линии Барик и Джекерос они как душили, так и будут души. Все-таки Джекерос дышит плотно на двух героях. Ну и Барик там нормально ассистит. Тут разблочили кэмп для того, чтобы можно было начинать отводить. Алоха уже готов. Естественно, Liquid Fire от Генерала, который будет раскастовываться. Нечем его снимать. И коэффициенты обновленные. На этот раз на карту от наших друзей из Винлайн. 1.12 на Na'Vi. 5.00 на AS Monaco. Gambit. Не забываем про баннер по трансляции. Получайте тысячу рублей. Ставьте на доту. Интересно, сколько раз мы еще увидим кэфы. Или уже все. Это последний и дальше будет только упоминание. Потому что пока что начало прям сложное. Да, цени демэдж, который сейчас выдает вивер. Он купил себе по теху. Вот как раз за счет. Вертлады уже нормально душат Сенкинга и ДП. И ДП даже если вешает сифон, ее все равно вивер преобивает. Теперь Сенкинг с ДП не вообще не имеет права драться лоб-лоб. Там вивер с тринтом просто на сотах развалит. У меня такое ощущение, что у Gambit какие-то проблемы с ДП. Они вот ее взяли и первый раз решили поставить на тройку. И она там не особо зашла. В этот раз ее пришлось сдвигать вообще на четверку. Такое ощущение, что герой берется, но не совсем в кассу, что ли. Недостаточно универсально. Все-таки, ну, мне кажется, как герой четвертой позиции это не лучший выбор. Ну, я думаю, они изначально, возможно, не планировали делать ее ДП четвертой позиции, потому что, повторюсь, немножко жадноватый сухор, да? Ну да. Вот эти сифончики или там плотные ульта в замесе, они работают, когда у ДП очень высокий левел, она живет на онстопом, уже там просто в троих закинуть сифоны и будет отхиливаться на онстопом. Вот когда она четверка, она обязательно. Тролля сверху месят, там какое-то пошло отвлечение у нас. Там тушка пошла. Два их. Хэппедюрара поджигают, но тролль неплохо на стиках отхилился. Барр очень плотный, вышка не бьет по игрокам Нави, потому что она занята крипами и они здесь очень аккуратно ее не переагривают. Ну, к слову, там прям такая супердикая душка, но даже несмотря на то, что тролли что-то плюс-минус выносит. Ну, не как в прошлой игре, пока что. Посмотрим, как будет дальше. Нунчик. С паком тут не потягаться. Пак 2 500. У пака отличное начало. Вот хотя бы одна есть линия, которая доминирует. Если можно так назвать. Во всяком случае, от пака можно потом сыграть. Он сейчас может взять свой уровень, куда-то пойти. Так, иммершн. Как же плохо Спирид Сайфон работает на этой линии против вивера. Просто ужасно. Он может отбежать, опять подбежать и начать бить по жукам уже. И Сенкинг в этом плане топчик. Он уже понял, что на этой линии ловить нечего. Он теперь что там делает? Подфармливает кэмпы, которые находятся маленькие. Теперь пошел фармить этот кэмп. Понятное дело, что возможно пак был рад много из этого забрать. Но Сенкинг просто сейчас нет вариантов. Ему нечем заняться на линии. Ну, к арбу. Нет, арбу на линию. Ну, слушай, что-то подфармил Сенкинг. Может быть, начнет там развлекать как-то. Ну, вот тоже проблема с тем, что вивер может быть не самый сильный хардкэрри, но если начало у него хорошее, от него и урона много заходит, он такой мобильный и достаточно неприятный герой. Так, здесь от Нунчика Торнадо, но руна появляется сверху, ее заберет Ларинов. Повезло ему так. А тут сеточка прокает, тем временем на Алоху. Троллер разгоняется, Алох получает Ливенгарм. Теперь генерал подставляется. Но Джекирос достаточно плотный персонаж для того, чтобы переживать какой-то фокус минимальный. А вот у тролля какие-то большие проблемы. Ему здесь срочно требуется помощь. Внутривенно лечение. А в Ласке нет, да? Вот так. Ну, домой сходить тоже вариант. Классный вариант, да. Для тролля кэри. В этом варианте классно бы, на самом деле, смотрелся Баратурум Тройка, который бы просто сделал ТП на Баузу и тут же бы взял Чардж, просто побежав, чтобы быстро ли он в Солине. Но, в принципе, Барик Четверку, он тоже чувствует себя ок и так же, допустим, возвращается. Тут мы видим Трента, который пошел бороться с ТП и пока Вивер этот размен уже как минимум выигрывает. Разменяли Четверку в Тройку. Это при том, что еще Пак помог своим пацанам с руной волшебства. Нормальный размен для Нави, абсолютно. Да, и у Вивера вообще одна из самых шикарнейших линий, потому что у него ДП, которому, по сути, ничего не делается, на кинг, который под ЖКами там просто гибается моментально, а у него плотный тренд и с трендом он по-прежнему все еще сильнее. Так, вернулся Тролль на линию. Интересно посмотреть, как Нави дальше будут. Вот все-таки Тройка Джеки Рос с одной стороны не самая такая универсальная вещь, с другой стороны Liquid Fire ведь очень круто ломает вышки. А не будем забывать, что у Джеки Роса есть еще и Шард. И Шард вместе с Liquid Fire он вышку практически делает без оружия. Она перестает бить. Так, нападение на Тролля. Пошло Торнадо, ЕМП в Хапидюрару. Он старается потратить как можно больше мана, отхилиться, отхиливается, но тут подходят крипы. Ему сейчас может быть очень непросто. Пак перетягивается. Генерал! Генерал подставляется и генерал погибнет. Еще разок плюет он на вышку для того, чтобы нанести дополнительный урон. Погибает. И подключение инвокера было не самым удачным. Вивер тем временем получает подкоп. Эпицентр. Сайлант залетает. Хватит ли урона на Вивера? Хватает урона, забирает Витюна. Очень неплохо от Нави. Также Сол заходит в песок и ему очень-очень больно. Солочь нажимает на фласку и ее не сбивает Death Profit. А вот это неплохо. Да, Вивер погорячился. Он прямо так вот самому уезжать не желает. В эпицентр, можно сказать, подарил этот килл. Но я бы отметил Пака, который помог снизу, помог сверху. Так, проблема у Мелеса. Мелес уходит. Солочь пытается за ним пойти, но нет. Так, ну в итоге у нас в Вивере они сами потруднили свою линию на легкой. А вот на сложной мы видим, что Укварик... О, Альберка! Взрывается ЕМП. Буквально еще один удар. Стики нажимаются. Уходит, уходит Джекерос. Сейчас будет какой-то дуал-бресс. Уже идет на перехват. Не попадает! Пламенем также уворачивается от Торнадо. Ликвид Файр. Альберка каким-то образом замансил и здесь. Будет ли помощь? Нет, помощи никакой не будет. Мисс проходит. Один, второй, еще один. Нунунчик не забирает. Ноль помощи. Просто ноль помощи. Кора месит под вышкой. Пак занят ТП там ломает в миде. Да, да, да. Просто ноль помощи. Забавный момент. И без вышка. Но я думаю, что у Пака был скорее всего кулдаун на телепорт. Вышку придется отдать. Вряд ли Пак успел сломать вышку в ответ на центральной линии. Все-таки, во-первых, наличие тренд протектора. Во-вторых, и тавер демош у Пака довольно слабый. В итоге тролля подарили. Но из плюсов Пак и Сен Кинг хотя бы хороший Нетворс имеют. И Ларинову здесь баунти руны подворовывает. Но тролль, конечно, камбэкать будет в этой игре. Какой у него билд? Ну, слушай, две баунти руны пак взял, тролль уже там столько камбэкнул. Какой билд у тролля? Вот мне интересно. То есть он прям все, в бф и... И качаемся. Качаемся, окей. Тут я просто на пофиг бфмонту делал. Вообще не думаю. Ну да. Нужно от корней как-то спасаться. Пак. Линия отпушивать. Пак спасается. Я бы даже сказал, ключевой это, что Барик бегает на любого героя, который показывается на линии. Поэтому их лучше отпушивать только. Так, у генерала есть некоторые проблемы. Будет ли Найтмар? Нет, просто его так побили. Нет шестого левела еще у Хэппи Дюрары. Альберка до сих пор пятый, на десятой минуте кэрри пятого уровня. Что такое вообще? И он еще до сих пор не шестой, он только с этой пачки будет дополучать. Точновато. И они стоят на этой линии и вот сейчас вот гадают, бежит ли Барик на них или не бежит. Один ли Джекирос там или потенциально Алоха Дэнс может разогнаться в любой данный момент. Алоха Дэнс занял шикарную позицию, посмотрел, вот между центром, между верхом. И в принципе он прибегает к инвокеру и там начинает душить пак, а прибегает наверх, Джекирос разваливает. Вот. У него Сункинга Блинк, да? Блинк. Он фармил Блинк. У Сункинга Блинк, у пака 5200 Нетворса тоже неплохо. И у него Вичблейд собирается. Стандартный выбор. И, судя по всему, хотят спушить вышку наконец-то, потому что здесь Солоч, который может очень долго эту вышку защищать. Дабл дэмэдж активирует пак и пошло-поехало. Ну, здесь, наверное, придется отдать. Сверху тем временем тролль. Тролли прогоняют спокойно. Можно отойти на треугольник, например. Хотя инвокер цепляет его и как не хотелось бы сейчас за этим троллем лететь. В итоге отпускают тролля. Фортификэйшн снизу. Выходит Триент, агрит крипов. Ну, нет, ну здесь заберут. Без каких-то станций. Главное, чтобы крипщики их танчили, чтобы Трешка осталась жива. Фортификэйшн. Триент использует ультимейт. Прыгает за ним Мелес. Ну, как-то... Так, подкапывает вот сейчас. А что дальше? А дальше Соло просто уходит в лес. И долго за ним тут бегать будут? Ну, нормально, слушаю. Он тут прилично поразвлекал их. И ждет еще. А, и паку будет. Там просто сверху вышку лупит и в центре вышку лупит. Там вышки по двум направлениям лупят. Притом, то, что вышка сверху падает от экрана, это... Ой-ой-ой. Да, Джекки Рос ее очень хорошо напрягает. Ликвидфайр четвертого уровня. Вышка очень слабо бьет под Ликвидфайром. Посмотрите на скорость атаки. Она буквально в два раза меньше, чем обычная. И вот уже практически минус вышка. Нападение на ДП. ДП подставляется. Пошел разбег от Спиритбрейкера. Буквально еще один удар. Нет, можно даже так. Крипы догрызли. Вышка практически упала. На 12-й минуте Тир-2 сверху. Это очень неприятная ситуация. Как-то долго гамбит все делали. Они могли гораздо быстрее забрать вышку снизу. И вместо того, чтобы за тринтом гоняться, задефать вышку сверху. Но генерал уже на миде. Уже наплевывает вышку здесь. Фу, я чувствую, если он до 20-й минуты доживет. Хотя мне кажется, он до 20-й все ТВ-раз плюет такими темпами. Смотри, у него еще и Вич Блейд. Это такой билд вообще. Если в кого-то делает тычку, там куча периодического урона. Спиритбрейкер разгоняется в Бейна. Бейн погибает. И все. И просто генерал продолжает наплевывать по таверу. 15-15, 15-15, 15-15, 15-15. И тавр сгорает. Вообще кайф. Я жду с инкилинга с блиндаггером. Напомню, он его купил минуту 2 назад. Фарм. Для ускорения фарма. Тут вот бегают герои уже просто Т2 лупят сверху. Иди принимай. В миде вышку лупят тоже. Хочешь, иди принимай. Ну где-то пора бы уже этот блинк реализовывать. Потому что он по сути сейчас основная боевая единица своей команды на пару с паком. Вот они вдвоем могут что-то сделать. И без него пак вообще ничего не может сделать. Он там максимарку кидает, и на этом все. Ну хотелось бы увидеть, да. Ну было бы здорово, да. То есть потом эпицентра нет. Пошел там дальше. Поформил лесочек полторы минутки. Потом снова кой-нибудь сходил. Но в любом случае. Разгон на хэпидюрару. Вот сейчас может быть? Может быть сейчас? Контр-атака, план Капкан. Капидюрара теряет практически все хп от одного только Джекироса. Ливенгармар на Спиритбрекера. Пытается сделать телепорт и вынуждены тратить на него Финцгрип. Но все-таки забирают здесь Алохо. Хотя, конечно, выманил он достаточно много на себя. Я бы Дримкуэл потратил. Думаешь, более ценный Финцгрип? Ну, думаю, да. Но эпицентр и Дримкуэл все еще есть. Можно куда-то выйти до сих пор. И еще как вариант можно просто попармить. Потому что напомню, что у Гамбитов лоит так-то мощно. Если то все эти герои одеваются, то им будет хорошо. Тролль все близится к БФу. Все ближе и ближе и ближе он. Я думаю, что ему до БФ, а потом еще долгое время... Смотри, что Солыч собирает. Это вообще легально? Будет этого Пака душить. Сайленс делает. Ну, мне кажется, он очень долго будет собирать этот Сайленс. Уже полторы тысячи имеется. Да, интересно. Так, Соло сейчас будет передать... Ну-ка, Мелес. Будет? Будет? Не будет? Будет? Не будет? Не будет? Не будет. Блинк потратил. А вот так? А вот так? Так, нашли его. И эпицентр тратится на тренд протектора. Интересное решение. Еще и не забирают его. Вот это провал. Это просто фейспаун. Ну, с собой нужно брать Пака. То есть, при всем уважении к ДП, это не тот герой, который выдает бурст. ДП это герой, который там сифончики вешает, да, не какое-то время тикает. Ну, сварм. Ну, хорошая штука, да. Но, опять же, там, рассказ Паковым по солению. После этого мува у меня, я бы буквально не знаю, что сказать. Да, да, да. То есть, ну... Копить урара. Что и Бэйна забирают. Бэйна просто там за компанию, на Пака переключается, Пак уходит, трой уходит. При том того, чтобы уходить, то есть, Санкингу лучше начинать не так, что он копает и прямо на месте, когда стоит ультимейт. В идеале сразу влетает с ультимейт. Он там трусит, под конец нажимаешь Бору Страйк, просто так, чтобы выйти уже из-за места в сторону побега. И так проще. Так много проще. Ой, как подставляется пак. Ой-ой-ой, там... Не уходят. Сколько всего висит на паке, в итоге ставят ремкоил вообще ни во что. Подбегает тролль, у которого почти, по сути, ничего нет. Он там пытается замесить буренку, но рядышком уже находится вивер. Висит жучок, шикарнейшая тарада подвой... Ой, как красиво. Ой, тролль успевает нажать ультимейт, но сейчас его будут добирать спокойно. Хотя инвокер подставляется под финцгрип, неплохо подкапывает его. Тролль должен будет погибнуть. Тролль на последний хп погибает он, у Витюна проблемы, Витюн, Витюн, как же больно Витюнову, Витюн живет до конца. Под Ливенгармором выживает Мелис, будет ли копать его? Нет, Мелис просто не доходит. Получает он Ликвид Файр, также, скорее всего, Вич Блэйд. Это размен 3 в 1, а Лоха пытается спрятаться в лесах. Еще секундой будет разгон, разгон пошел, а в Бэйна разгон нет. Вообще разгон, он думал, будет налево, но, видимо, Бэйна ходит. Нормально, Бэйн умрет сейчас, смотри, там столько урона у Джеки Роса. Он сгорает, он не успевает использовать Найтмор на себя. Здесь же Сэн Кинг, Сэн Кинга просветили. И Сэн Кинг сейчас тоже может погибнуть, если до него Джеки Рос дотянется. Чардж нужен в первую очередь. Уходит. Нужно, чтобы Сэн Кинг засветился. Вот он выходит на линию, думает, ну, вроде как драка закончилась. Или не выходит, подожди. Буренку ищет, а Буренку улетела. И успевает телепортироваться Алоха в последний момент. Не, ну у Гамбит вообще все не прет. Что происходит? Вот начиная с этой драки снизу, просто вот реально как груша для битя. Но генерала уже обязаны здесь забирать. Ну все, никаких шансов. У генерала нет маны. У генерала нет ничего. Неужели его не возьмут? И там Вивер рядышком кэрри. Ведь Вивера нужно. А, у Джеки Роса худ. Да, у Джеки Роса 1600 хп. Притом, что шмоток на хп у него почти нет. У Джеки Роса там один из самых высоких проспосилия среди интелеков. Так, Витюн заходит. Пак здесь. Хэппи Дюрара также здесь. Витюн. Витюн разгон вымершен. Напрыгают неплохо. Сэн Кинг начинает раскастовывать эпид-центр. Ведь он погибает, не успевает ничего сделать. Также большие проблемы у тренд протектора. Он тоже погибает. Вот этот подарок. Вот это подарок. Вот Пак и Сэн Кинг нашли друг друга. Поздравляю их. Наконец-то они вместе в кого-то выдали раскаст. И как раз их комбинации работают хорошо. От них пока спастись довольно-таки сложно. Там никакая броня трента не спасает. Ну и в целом им будут почаще. Так находить друг друга и резолить крышки. Слушай, ну мне кажется, что Гамбит уже настолько потеряли эту игру, что Na'Vi начали наглеть. И да наглели до того, что напали Вивером и Бариком куда-то черт знает куда. Сами, можно сказать, нашли этого Сэн Кинга и Пака. Даже не Сэн Кинг куда-то пошел убивать. Ну давай так. Они пока играют 4 на 5. То есть тренд по сути все, что это делает, это просто накидывает броню. И когда ему тренд выйдет отсюда, у него будет Сайленс. С Сайленсом, да. Мощный билд. И Пак там Сайленс не ожидает вообще. Ой, хороший какой Бриганс Блейд выбивает себе тролль. Хорошая шмотка. Ну, у него понятно, у тролля Б в Бриганс Блейд. Ему еще фармить и фармить Даманте. А вот Паку неплохо бы задуматься над Юльчиком. Но он действительно может не ожидать этого Сайленца. Да, Пак после того, как бы, не догадывается, что тренд фармит Сайленс, а фармит он уже довольно долго. Там обычно какой-то блинк ожидает решения. Какой на команду. Может какой-нибудь Соргресс, кто его знает. Но тут Сайленс уже близко. Опа, вот он готов. Да, Сайленс готов. И Пак... Стату по Сайленсу на Тринте, пожалуйста. Я думаю, что здесь нет Иула вообще. Даже в планах у Пака нет Иула. То есть там какой-то, знаешь, травла, блинк, Вичблейд. Статистика, первый раз на Тринте. Да, да, да. Вот сейчас просто Пак войдет в замес и войдет в Сурпрайз. Да, это интересно. А можно альтемы Пака заодно? Да, видишь, он даже не планирует. Да, да, у него с NGNK. Ну и сейчас будет большим удивлением. Так, ну давайте смотреть. Здесь очень важно, кто первый начнет. И как вообще Тринд себя покажет? Пока что бежит. Бежит, бежит, бежит с своим Сайленсом. Видит его Сайленс. И успевает. Все? Успевает дать Сайленс. Пак получает проказ. Вообще не понимает, что произошло. Ведь он тут же типает Солоча. Ну он покупает медаль. Сайленс реализован. Полностью. Есть сцентфинга, что-то еще не подсказывает. Просто Хора завалили, у которого топ-1 на это раз. Ну, понятное дело, что сама шмотка ставит, стоит очень дорого. Кантерпаку придется покупать его, иначе он в этой игре не герой. Заходят на Рошана. Может быть попытаются забрать его, учитывая, что перехватили аванпост. Тролль продолжает хоть как-то пытаться поднять свой нетворст. Но у него 7400. Это такие копейки по сравнению с тем, сколько у Вивера. Сын Кинг и Пак из его команды его опережают. На, интересно. Классный сетап для убийства Рошана. Жучок висит, плюс еще Джекерос минус атаку делает Рошан. Рошан, он вообще и любил. Интересно, будет ли генерал Шард врать в этой игре? Вот мне любопытно. Он пока что в Драгон Лэндс наметился. У него есть лук, кстати, очень сильный. Лук, Вич Блейд, Ликвид Файр. Не, ну ему реально Шард надо взять. Так, Эмершн. Здесь Сан Кинг раскастовывается. В Баррика все залетают. Проблема у Сан Кинга, но он успевает отойти. Эмершн продолжает душить. Пак. Пошел рассказ. Альберка здесь вообще без мана остается. Альберка, куда же ты пошел? Я не знаю, куда идет Альберка с Баттл Бюри. Ну, Альберка идет куда-то. Санстрайк попадает в Сан Кинг. Сан Кинг погибает. 47 секунд. Да, вопросы риторические, конечно. Что делал там вообще этот тролль? Без артефактов погибает Death Profit. Хэппи Дюрару отпускают только для того, чтобы подцепить пака. Но пак пока что спрячется в шифте. Уходит пак, кстати. Ну, тут уже сейчас будет хайграунд падать. Подцепили все-таки Хэппи Дюрару. Забирают его. И можно спокойно начинать избивать вышку. Да, ты обрати внимание, какие на фуловые. То есть там вот реально прошла сейчас драка. Посмотри на кулдауны. Посмотри на кулдауны. Они ни одного кулдауны не использовали, кроме DreamCoyla. Как бы Винлайн уже намекает, что ребята там банят по трансляции. Получаем тысячу рублей. Потому что здесь уже все. Ну, тут просто развал. Тут уже Гамбит. Тупо не нажимают кнопки. Ну, там пак DreamCoyla выкинул, все. Все остальные просто убежали домой. А убежать от Баррика и с Вивером удачи. От этих героев убегать, по-моему. Самая неудачная затея. Они одни из самых быстрых героев в доте. Знаешь, вот у меня такая была мысль по поводу первого-второго состава Гамбит. Потому что второй состав начал буксовать. Но как бы ни буксовол второй состав, первый продолжает открывать какие-то новые вершины. Так, ну тут Солач. Ну, к слову, тренд богат, поэтому ему лучше вот с команды бегать. Я думаю, это мало что меняет. Один фраг. Понятное дело, да. Но я все то, чтобы улучшать уровень. Подумать уровень игры. Ларинов. Так, прячется Ларинов. Я знаю, чтобы вот такие паки выходили, получали с Аленс от трента и уходили в таверну. До тех пор, пока у них не будет защиты. Нужен ИУЛ. Нужен ИУЛ очень сильно. Хотя и ИУЛ тут будет таким решением. Можно в Айспас приземлиться. Так, пошел. Пошла душка от Деспрофит. Алоха ворвался. Витюн ворвался с Аегисом. Кстати, Мершина должен убирать. Убивает и Мершина. Сын Кинг раструсил. Но у Витюна блокинг вар, поэтому очень легко забирает Бен. И Бен не успел ничего раскастовать. Его просто сбрили. Тролля в этой драке нет. И, наверное, правильно, что его здесь нет. Он в любом случае должен фармить. Лучше бы его и в прошлом не было. Кстати, интересно, Альберко выбрал место. Вот он нашел себя. Да, вот так вот. Вот так вот и до конца. Кстати, знаешь, какой билд? Вот если бы хорошо все у тролля было, сильнее даже бы смотрелся, чем Манта. С Инжиньеша Сатаник. Чтобы Сатаником диспелить все. Было бы круто. Вот Джекироса кулдаун на Лиггид Фаер 4 секунды. Думаешь, прям вообще он его затюкает? Думаю, да. Ну, просто у меня Джекироса один из самых любимых героев. Ну, когда он в спорте играет. Линку сбивают. Будет ли Дремкоил? Ама Егис. Минута 50 еще Егис будет. Да, да, да. Ивер вльтует. Получает... Нет, не получается, Альберко. Не долетает до него. Нашли Альберко. Альберко. Беги. Сбивает с себя Паучков. Неужели пойдет Душка прямо сюда? Нужно ультимейт сжать. Альберко. 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 Все, ничего не нажал. Альберко. Байбека нет. Альберко в тильте. Иммершн на четверке Death Prophet. На самом деле даже вот ты не поймешь, кто здесь четверка, кто здесь кто. Потому что все умирают очень легко. Вот он Пак. Получает Сайланс от Ринта. Защиты все еще нет. Пак сейчас погибнет. И такое ощущение, что с минуты на минуту мы увидим, будет гейм Ларинов. Ларинов все-таки уходит. Но его догоняет Алоха. Тут у тролля, то есть у него вариант в игре очень простой. Если он без БКБ входит в драку, в него все вот эти спилы влетают разом. Там Куснам, есть рассказ Джеки Роса. Там Барик прописывает ему дизейбл. Все, он улетает. Мгновенно вообще, ежесекунду там без вариантов. Ну, тем интереснее у нас будет, на самом деле, окончание ДПС, потому что будет мажор или нет. Команды, которые борются за то, чтобы остаться в первой дивизион, об этом думают в меньшей степени. И если сейчас Нави дожимают, а они, скорее всего, дожимают, то борьба за выживание будет очень-очень серьезная. Так, попытка тролля подсейвит. Тролль не выходит из Сайлса. 47 секунд в Таверне. А тролль, конечно, потрясающий. Импакт, иммершн, раскидывают сифоны. Вот реально, больше всего импакта я ощущаю от иммершн в этой игре, несмотря на то, что это ДП, читает Бёрнг. Ну, нет, там еще пару раз с Паксон Кингом рассказов давали. Было что-то. А ДП, знаешь, ты просто кажется. Она вроде, знаешь, на всех вешает сифоны, но она все равно улетает, причем мгновенно. Спиритбрекер. Отходит. Ну и все, и пошла душка под фонтаном. Тут уже страшные вещи происходят. Хотя вот сейчас на развороте инвокера, который заигрался. Жесть, там Бэйн погибает, инвокер. Все-таки забирают его 65 секунд без инвокера, а Егис заканчивается. И сейчас на развороте. Через 10 секунд появляется отличный подкоп по двум героям. Тренд протектор падает. А у него много. Хэппи Дюрара идет душить Витюна, но Витюн нажимает шикучей и оказывается уже где-то на центре карты. Генерал один на Джекиросе против всех. О, видишь, могут же когда хотят. Ну, правда, понятно, что по Т4, Т3, но хоть когда-то они сдачи дают. В общем, альберки, возможно, стоят, вот знаешь, вот как в пабе, вот многие, кто играет в троллях, в пабе им проще играть, потому что они вот обычно пока там не на фарме, там, манту, бэй, или там вообще манту, бэй в БКБ, они в драку не приходят. Вот, вот, вот троллю надо так же просто. Пак. Паку больно. Шифт. Уйдет. А, у меня ничего нет. Блинк. Ушел. Первая, вторая. Нормально, нормально. Первая полетит. Ой, там вивер. Там вивер. Ага. Ой, захексился, что ты делаешь, Пак. Он сам себя захексил. Лайд, лайд. Пик пол. Да. Ну, шаг вперед, два назад. Генерал смеется. Я тоже. Короче. Да, Дима, продолжай. Мы что, про Альберку. Давай, давай. Просто забей, что сейчас есть команда, ну, один черт, если он в драку приходит, он ничего полезного не делает. Ну, понятно, что уже поздно, но вот по-хорошему, вот пока он там не дофармит свое, вообще не надо никуда идти. Мьют Ол. Ну, да. Он в драку приходил, сколько раз он приходил в драку. Сколько раз приходил в драку. А можно по статистику его посмотреть? Да. А, я по дамеджу посмотрел, сколько он там, вот, мне именно интересно, сколько он дамеджи внес. То есть, сколько он, знаешь, если бы он приходил в драку, у него было в 0,5, но он бы там внес тону дамеджа, я бы сказал, он красавчик, он по дамеджу последней команде. Он по дамеджу последней в игре. Да, он. Тренк его передавал. Он всю игру фармя, выдает дамедж, меньше тренд протектора. Ну, Тренк тоже фармит всю игру, кстати говоря. Нет, ну, Тренк уже воюет. Да, Калоха, они дают ему ультимейт. Альберка нажимает, минус жук. Все, он упал. Смотри. Да, ну, а что тут? Напомню, это лазпик. Это тот, кто закрывал весь пик на 1. Да, кто бы здесь, мне кажется, гэгэ. Мне кажется, тут кто бы не закрывал. Мы рассматриваем с точки зрения, кто бы внес больше импакта. Мне кажется, любой бы герой внес бы больше импакта. Эх. Ну, а не пошло, Альберки. Ну, слушай, и такие дни должны быть, а то у нас какие-то все дни потные. Мы приходим сюда, там одна игрока, это быстрая 2-0, а потом 2-1, 4 часа сели. Нет, я согласен. Когда у тебя 3 best of 3Ds пришел, и мы сидим тут просто у нас там 2-1, все игры по 60 минут. Да, тут, конечно, уже устаешь, но это вот такие игры нужны. Чтобы и мы расслабились, и игроки расслабились, и зрители расслабились, потому что нужно совмещать потные каточки с какими? Я не знаю, это какая каточка была? С подпивасной. С подпивасной, вот. Нужно совмещать. Ну, такая, да, расслабленная, за которой можно не смотреть прям так вот и офигевать, что же там происходит, а так включить ее фоном где-то, и она будет спокойно идти, и все будет происходить там своим чередом. Нави спокойно будут забирать, уверенно. Ну, а Гамбит, а у Агамбитов теперь 1-5, у них остается последняя игра, и они реально начинают битву за выживание. Короче, у нас были аналитики, которые говорили, ну, все, это легчайшее для Гамбит, скоро будем смотреть третью. Им слово. Лос еще не понял, что это специальный байк Митяя. Вообще не выкупает. Я защищаю его, потому что я уже который день это слушаю, все время одно и то же. Если вы слышите славу Митяя, что кто-то легчайший выиграет, значит, эта команда зальет 100%. И здесь Митяй тоже не ошибся. Легчайший 2-0. Легчайший 2-0. Первая фраза была, я пришел сюда за 2-0. Я вам разгадала, ребят, ребусу. Для всех, кто вот подумает, что сейчас Митяй в лужу сел, он не сел. Как можно разгадать ребусу, если я пришел и сказал, вот я пришел, говорю, 2-0 за Нави, поэтому сейчас выиграет Гамбит. И пошло-поехало. 2-0 на это. Во всякий случай, вот видишь, Лос не понял, например. Я не удивлен. Как написал ФНГ, я больше бы удивился, если бы его реально провели, чем то, что его отменили. Вот я бы тоже больше удивился, если бы Лос понял, чем если он не понял. Понятно. Ну что, ваши мысли, друзья? Такое ощущение, что у Гамбит вообще ничего никогда не клеится. Ну, они не пришли, что-то на игру забылись. Да, они не тут. Крутое решение. То есть сначала не спалил, что Джеки Рост на тройку, а Лох на четверку спидбрекер, типа поменялись, пересели, по итогу получилось очень неплохо по количеству урона, потому что Джеки Рост, ну, когда он именно скор позиции, у него очень много здоровья, и не было у Гамбита из-за того, что они поиграли, опять же, старт игры, вот успеть что-то с ним сделать. И он реально, кажется, все раскастовывал. И это столько много урона, к чему они были не готовы. Я считаю, что если Леха, короче, сделает этот тренд в паблике, ну, в смысле, если он кто-то посмотрит, да, там много народ сейчас смотрело. Тот уже играл. Если реально в пабе начнут собирать порчет артефактом на тренд протектора, я не знаю, короче, что я с собой сделаю, еще я с пабликами сделаю, потому что это отдельный, конечно, мем. Вот, но работает. Если мы говорим о героях типа Бака, да, и у тебя нет он инстантного Сайланса, инстантного Стана, в целом нормально роляет, но мне кажется, никто в пабе не будет доволен подобным выбором. Давай так, тут был момент, где Скорпион ультит Вивера, и тренд заходит прямо в этот эпицентр, я думаю, ну, сейчас, типа, он, видимо, хочет дать Лич Сид, помочь, а расскажешь, как 2-0-2. Ага. Он просто фулл, типа, это эпицентр впитал, все в песочек впитал, то есть я думаю, что нужен просто дисклеймер, что играет профессионал, а осторожно не повторяйте дома. Да-да-да, осторожно не повторяйте дома. СК просто очень слабый лейнер, ну, вот сейчас реально среди нынешней меты он неплох против, условно говоря, там, ПЛов, но в целом он, да, я уверен, что очень неплохой герой, если вот брать сильного саппорта с ним, то есть мы вот видели лайнап, допустим, там, Марс-бабка, ну, он разрывает, а просто все. Вот дай ты здесь бабку этому Скорпиону, он просто бы выиграл, или нет, без шансов. Ну, опять-таки, общался вот с Пашей, например, он говорит, тут СК на линии просто кусок, вот реально, он один из самых слабейших лейнеров за топа игре, типа. Зачем ты спрашиваешь, как СТ-2 дивизиона? Ну, правда, да. Просли коллапс. Надо спросить вот этих парней из Гамбитс. Спроси Миложула, который вот как раз-таки выигрывает на Скорпионе. Но он на миде выигрывает. Это совершенно разные вещи, да? Типа даблой стоять, против даблы стоять, это одно, против соло, получая себе соло-экспириенс, опять, потому что Ск скеллится очень круто, это очевидно. И по игре это суперсильный герой, что он дает тебе инициацию, он дает тебе позиционку, потом по талантам можно разные веселые вещи брать, типа блайнда. Но в целом на лайне он реально не очень. А если взять то, что у тебя банша еще четыре, это тоже не очень. Итого получается такое, типа, средний состетический лайн, который не должен быть супер выигранным. Против практически любого лайнапа. А здесь еще они не ожидали даже усиления, типа Вивера, да, они же не думали, что это будет именно Керри Вивер, и что это будет типа Тренд Протектор, еще и соло, который сегодня показывает, вообще дикие перформансы. Тренд же был последним героем, правильно? Да, Тренд Ласт Вивером. То есть они этого не знали, короче, что такое... Просто напомните мне, что в баннах было у Гамбит на последние два? Керри всякие, они там куча керри подрядов. Они поубирали. Там всякие ВК, Фантомки, вот такого формата вещи. Сами Гамбит был Ласт Пик, они забрали себе тролля, и при Ласт Пиком был Тренд Протектор. Ну, кстати, я хотела отметить то, что это первая на DPC встреча для Na'Vi, которую они выиграли, и при этом 2-0 выиграли. То есть даже Империя и Юника они дали сложнее Na'Vi, чем то, что случилось с Гамбитом. Так что наши... Под Гамбитом задуматься. Да, и вот наши все предикты изначально вообще по поводу явных двух аутсайдеров, к сожалению... Вот не могу ни Юник, ни Empire назвать сильнее, но видимо у нас три главных аутсайдера. Вот кто-то, типа, когда смотрел на расписание, я вот, например, когда смотрел на расписание, думаю, 20-е число, да, предпоследний день, там у нас Virtus.pro Team Spirit, я такой, ё-моё, наши организаторы турнира, молодцы, суперкрутой матч на закрытие турнира всего, на закрытие всего DPC. Но знаете, что последним матчем стоит? Гамбит против Майндгеймс 21-го числа, и ты такой, последний закрывающий матч, это же просто, ну, типа, оно не должно быть в принципе интересным. Но теперь это суперинтересно, потому что сетка расставлена таким образом, то, что у нас это будут матчи за выживание, и при этом всем Гамбитам, вообще, Майндгеймсам до этого еще придется сразиться с имперцами, и если там Майндгеймсы выигрывают, то если они обыгрывают еще и Гамбитов, что вполне вероятно после такой игры, которую мы сейчас сегодня смотрим. Они могут выйти. Короче, да. Я о том, что последняя катка звучит как полный вообще скучняк, но получится супер-мега эпик, потому что она будет очень много решать. У нас звоночек. Доброго. Алло, на проводе. Доброго. Здравствуйте. Поздравляю вас с победой. Спасибо вам. И для начала хочу спросить немного о насущном. Когда появилась новость об отмене мейджора, для вас лично что-то изменилось? В плане, может стало чуть-чуть полегче то, что как бы DPC сезон не пошел, или наоборот расстроились? Грустно, конечно, что турниры отменяются. Планов нет. Это просто грустно. А так, какая разница. Все равно не попадали. Просто грустно, что тот как-то застыл на месяц коронавирус. И у вас встреча с Gambit прошла легче всех на DPC. Вот в чем проблема Gambit? Почему вам так легко это далось? Да, я думаю, мы просто стали более командными и набрали какую-то форму по сравнению с тем, что было в начале. В этом причина. Здоров. Ну, слушай, расскажи про вчерашний лучший матч. Мне было очень интересно посмотреть, в принципе. Ну, во-первых, я комментировал там вашу нижнюю сетку, да, Sentity, а потом смотрел с тиклсами. Расскажи вообще впечатления от команды, от тиклсов. Почему, по-твоему, они такие крутые и почему они на второе место на DPC занимают? Что в них самое жесткое? Ну, они просто имеют хорошие драфты и чувствуют командную игру. Вот. И поэтому, я думаю, у них на DPC все хорошо было. Угу. У нас была статистика о том, что все команды, которые участвуют на DPC показывают себя лучше на DPC. Тебе важно было сыграть эти катки? Они дали вам больше уверенности в себе или так, в принципе, просто на чиле покатали? Да, конечно. Ну, мы играли на чиле, но в любом случае это дополнительная тренировка. Как бы команда закаляется в официалках, а не там на праках. И у нас слишком мало их было, поэтому DPC дал какой-то 100%. А движение вперед вообще чувствуешь эволюцию внутри команды? Ну, конечно. 100%. Да. Это четко. Я хотела еще спросить про ваши планы на ближайшее будущее. Вот DPC скоро уже совсем закончится, у вас остался один матч. Планируете ли вы в перерыве участвовать в каких-нибудь турнирах онлайн? Тем более, что раз мажора не будет, их будет много. Конечно. Будем играть все, что будет в наших силах и все. Будем все стараться играть. Я не уверена, что ты мне ответишь на этот вопрос, но мало ли может у тебя какое-то мнение есть. Мне один драфт не дает покоя, который у вас был против HR. Предыдущий матч DPC, который вы играли. У вас там в один момент к середине пиков, где-то на третьей, появилась цемочка. И она очень непопулярна сейчас, прям совсем непопулярна. Ты вот можешь со своей позиции как-то выделить, чем этот герой сейчас может быть хорош? В какой ситуации может быть? При каких раскладах? Ну, это когда допираешь сильного кель к нему. Как, например, Снайта, но просто не пошла игра на линии. Это очень важно. Герой лейнинга, в первую очередь, цемка. Она невероятно сильна. И если ты в первые три минуты доминируешь, то у тебя будет игра. А если ты покапишься, то ты будешь бегать бесполезной пятеркой с 270 мессой и 500 хп. Вот. Она работает, когда ты выиграешь линию. Ты на это ставишь акцент. То есть она на такой стадии может быть сильнее, чем, ну, какой-нибудь еще саппорт с контролем, чем шаман или чем леон какой-нибудь? Ну, это герой, который зачастую ставит ивен либо проигрывается лейнг. Ну, да. Все зависит от того, как ты играешь в доту и как ты играешь как команда. Если ты выиграешь линию на цемке, то можешь сделать миллион импактов. Ну, дело не в героях. Понятно. Как ты их реализуешь. У вас остался последний матч с Virtus Pro. Какие у тебя ожидания от него? Вот. Как ты сейчас видишь ВП в данной ситуации? С заменой, с учетом… Ожиданий никаких нет. Очевидно, что они стали слабее, как команда. То есть это видно и по статистике, и по их игре. У них ушли коры команды, которые основали в целом эту команду вместе. Веттель и Егор. Ну, я ничего не жду. Просто кайфану от доты и все. Спасибо тебе большое, Владимир. Удачи вам и вашей команде. Спасибо. До свидания. Если честно, аргументы пользы CM для меня показались немного неубедительны, но я не могла это не спросить. Господи, герой-герой. Очевидно совершенно, что он и тогда, когда были старые Virtus Pro, ну, в смысле, с предыдущего состава, использовался регулярно просто для того, чтобы уничтожить лайн и создать максимально крутые условия для керри. То же самое. Если взять то, что сильные лайны — это суперважно, то, ну, в целом, выбирай. Да, возможно, по игре он не настолько кайфовый, но это уже вопрос именно от игроков зависит того, надо ли им на этом играть. Скорее, надо было спросить, типа, как им триплатрить Team Tickles, и не хотели они попробовать ее вернуть к себе в Жигнаве. Ну, это такое, если честно. Ну, не знаю, типа, их переехали, как бы, несколько раз. Луна там сложную ходила, вот это все прочее. Да, но Team Tickles — это вообще другого клинкора команды, хотя мне кажется, что вот именно их они видели почаще, чем Gambit, потому что все-таки у нас СНГ-команда с европейцами. Слушайте, я думаю, с Gambit они сыграли первый раз за СНГ-основание, а Team Tickles сыграли два раза. Нет, но они сыграли так. Они еще скремятся постоянно с европейцами. Да, с европейцами. Скорее всего. Ну что, у нас есть что-нибудь, типа, итоговые таблички дня посмотреть, чем-то такое заценить? Отлично. Можно и не показывать, все понятно. Ну да, то, что вот мы обсуждали, Monaco Gambit так и остается с одной-единственной победой. Первая у них была заработана против Mind Games, по-моему, как раз они играли. Или против Империи, короче. Да, как раз против Mind Games они будут заканчивать сезон. Да, против Империи они играли. А против Империи, наверняка, вот они и заработали свои очки. В целом, в самом начале сезона у нас есть команды, которые эволюционируют, есть команды, которые где-то стагнируют, да. И в случае с Gambit, к сожалению, я ничего хорошего сказать не могу, потому что первые игры были намного более красочными и имели какие-то... ну какой-то потенциал, короче, был. Но он так и не раскрылся. И сейчас это команда, которая падает на дно. И реально будет у нас три слота на дроп вниз на второй дивизион. Они уже гарантированно вылетели. Да, да. Ну и видим ситуацию то, что для Na'Vi 3-3 счет. 4-3 – это максимум, что для них будет. Или 3-4. Что то, что это, вообще ничего для них не поменяют. Где-то четвертое, пятое место так и останется... Тысяча баксов. Разница в тысячу баксов. И Дипси очки. Как мы с тобой считали, там примерно это со 10 баксов на игрока, с учетом всего... Ну, типа, да, но это больше, чем ничего. Да, это больше, чем ничего. Больше, чем во втором дивизионе. Типа, смотри, на со 10 баксов. Сколько сейчас курс там? Рублей 75? Да, 78. 78, тем более. Нет, в случае 73 где-то. В смысле ты где вообще существуешь? В какой стране ты говоришь? 78, 75, 73. Давай я останусь на 75. Давай я останусь на 75. 76, 27. Я был ближе всех. Да. Все, отлично. Значит, считаем. Вот 7500 это не настолько мало, чтобы за это не заплатить. Да. Нормально. Это нормально. Это на перешке. Это хороший рабочий день, вот какого-нибудь кладовщика, неделя работа кладовщика в Москве. Ничего себе. На 2002 год. Получается, зарплата кладовщика это типа 35 кусков, что-то порядка. Ну, 2000 в день. Нормально. Нормально, по кайфу. Это когда был-то? И младшего кладовщика, кстати. Да нет, я думаю, что младшего кладовщика до сих пор, я думаю, столько же получил. Может быть. Если вы работаете младшим кладовщиком, обязательно напишите в чат, сколько вы получаете в месяц. Нам очень важна эта информация, иначе мы не можем. Да слушай, в рамках интереса можете просто мне написать, куда они будут. Твиттер как-то. Да, да, да. Телеграмм, личку, где угодно. Просто потом я им расскажу. Да. Два Димона решат между собой этот вопрос. А у нас, друзья, такой замечательный день. Неожиданно короткий выдался. Особенно матч Пакчампашер. Ожидали от него гораздо большего. Но получилось так, как получилось. Сегодняшний день подошел к концу. С вами были Дмитрий Инмейт, Дмитрий Кристал Мэй, Даша Эритель. И впереди нас ожидает еще завтра много увлекательной Сенгет Дотки. Но там будет побольше второго дивизиона. И там, по-моему, уже нас ожидает тот самый матч Века. Гидра против Цитс Реджекса. Он, скорее всего, будет завтра. Это мы уже узнаем чуть позже. А пока настало время ложиться спать. Посмотреть председание на завтра. Как раз таки это выяснить. И встретимся завтра.